Кто имеет право выходить на крышу многоэтажек? Зачастую жители считают, что эта территория прекрасно подходит для отдыха и загара. К тому же отсюда открывается прекрасный вид на город. Однако это совершенно небезопасно и потому запрещено. Нахождение на крыше людей, не подготовленных, это небезопасно. И любое происшествие, которое здесь произойдет, за все будет отвечать управляющая компания и лично генеральный директор. Поэтому находиться собственником на крыше без сотрудников управляющей компании или подрядной организации нельзя. Впрочем, непрошенные визитеры не единственная причина проблем с кровлей. Зачастую причиной протечек становятся неверно установленные антенны. Вот один из ярких примеров. Дом номер 2 по улице Маршала Малиновского. Крепление этой антенны, собственно, в месте, в которой крепиться, никогда нельзя. Во-первых, крепление данной антенны разрушает вентканал и разрушает его не только снаружи, но и снутри. А при этом осыпается бетонная крошка и забивает вентканал, тем самым препятствует вентиляции внутри квартиры. Словом, проблемы приносят все, а решает их, как правило, домоуправляющая компания. Причем объемы работ из года в год не убавляются. У нас на ремонт кровель в этом году, по-моему, рассчитано порядка 20 миллионов рублей. Но я не буду говорить точно, боюсь, наврать в квадратных метрах, сколько это, и в количестве домов. Мы просто меряем общую площадь кровельного покрытия. Это в вашем районе? Да, это только в советском районе. Соответственно, я еще раз поясню, да, ремонты местами, они не только текущие, не только объемные, но и небольшие ремонты, они также все включены в этот план. Проблемы с крышами могут сильно омрачить жизнь, поэтому представители Дуков стараются своевременно их решать. А жители просят хотя бы не усложнять ситуацию.